В эфире рубрика «Народ хочет знать». Мы говорим о коронавирусе. На вопросы армавирцев отвечает врач-пульмонолог высшей категории, кандидат медицинских наук, создатель общественной организации «Лёгкое дыхание» Вера Литкова. Вера Леонидовна, подскажите, возможно ли повторное заражение коронавирусом? И в этом случае может ли болезнь протекать в более лёгкой форме? Ну, если вспомнить самое начало пандемии, вы помните, она началась 11 марта, объявили её 11 марта, то тогда и в самом начале, в первом месяце считали, что повторное заражение невозможно. И учёные, и исследователи, и врачи говорили об этом. Однако ситуация в разных странах показывает, что есть повторные случаи заражения. Причин этому много. Но самая главная причина – это повышающий риск повторного заражения, это слабый иммунитет. И вирус очень быстро мутирует, появляются новые штаммы, они ещё более заразные, быстрее распространяются, чем исходные. Врачи не исключают возможность инфицирования одного человека сразу несколькими штаммами патогена. Один из них вызывает первый эпизод болезни, а второй вызывает следующий эпизод болезни. Ещё одна из гипотез, которую выдвигают учёные разных стран мира – это более высокая вирусная нагрузка в этот раз, во второй раз. То есть первый раз была небольшая вирусная нагрузка, слабая, а во второй раз уже будет высокая вирусная нагрузка. Специалисты условно делят людей, переболевших COVID-19, на три группы. В их основе лежит сила иммунного ответа и уровень риска повторного инфицирования. Первая группа – сильная группа. Её представители перенесли первый случай заболевания тяжело. Таких людей относительно мало – от 7 до 9%. В их организме достаточно вырублась иммуноглобулина и М, и G. Эти антисела способны обеспечивать длительную защиту от коронавируса. И поэтому, встретившись с повторным риском, эти люди не заболевают, либо заболевают легко. То есть это первая сильная группа. Вторая группа, наоборот, слабая группа. Эти люди тоже перенесли вирусную инфекцию, коронавирусную инфекцию. И тоже перенесли её тяжело. Но с коронавирусной инфекцией могли справиться их собственные интерфероны. И они не вырабатывают большое количество иммуноглобулинов и М, G. Антител у них может не определяться. Тоже группа небольшая, где-то в среднем до 11%. Вот эти люди, повторно зарастившись, имея слабый иммунитет, они могут болеть более тяжело. И третья группа, самая многочисленная, средняя группа, которые переболели в лёгкой, средне-тяжёлой форме, которые имеют среднее количество антител, они могут не заболеть, потому что они имеют антиковидные. Чаще всего не заболевают, потому что они имеют иммунитет стойкий. Вера Леонидовна, спасибо за очень интересную беседу. Я узнала много интересной информации. А что бы Вы могли посоветовать армавирцам в период пандемии коронавируса? Ну, прежде всего, я хочу пожелать армавирцам здоровья. Не бояться этого заболевания, но ответственно подходить к своему здоровью. Не бояться вакцинации. Опять-таки, ответственно подходить к этой вакцинации. То есть, советоваться прежде всего с врачом. Правильно подходить к обследованию. Не решать самому за врача, что Вам нужно. Не назначать самому себе препараты. То есть, во всём всё-таки положиться на врачей.